Как в Китае делают из бесплодной пустыни цветущие луга. Пошаговая инструкция. Это пустыня Кузупчи, до и после озеленения. Пустыня много веков была абсолютно бесплодной. Суровый континентальный климат. Влага сюда практически не добирается. Люди окончательно выжали все оставшиеся соки из этого места и переселились отсюда. Здесь не было ни сел, ни дорог. Здесь не ловил мобильный телефон и не было каких-либо других коммуникаций. Но сейчас все резко изменилось. Удивительный результат. Превратить сухую бесплодную пустыню в зеленую зону с пышными деревьями, лесной прохладой – это похоже на чудеса. Кузупчи находится на севере Китая. Не самая крупная по величине – около 18 тысяч квадратных километров. Всего в Китае зеленили три подобные пустыни. Это кропотливый труд, в которых задействовано много людей. А началось все, как это часто бывает, с малого. В 1988 году хозяин небольшой солеварни решил укрепить пески. Дело в том, что пески могли в любой момент засыпать соляное месторождение и его заводик. Часть прибыли он потратил на посадку деревьев для укрепления песков. У него получилось. И проект решили вывести на государственный уровень, чтобы превратить безжизненный ландшафт в природные угодья. Как проходил процесс озеленения? В пустыне установили ящики. Каждый ящик для посадки одного дерева или растения. По сетке планируется рассадка растений. Отверстия в песке для саженцев делают не с помощью лопат, а используют спиральные сверла или струи воды. Это помогает максимально эффективно использовать пространство и сильно снижает себестоимость озеленения. После этого китайцы начинают сажать растения. Сложно представить, но технология обкатана настолько идеально, что подготовка отверстия и посадка одного саженца занимает всего 10 секунд. Это и позволяет посадить сразу очень много саженцев. Раньше для выравнивания поверхности использовали трактора, и это сильно утяжеляло процесс. Сейчас китайцы сажают деревья только на склонах дюн в направлении ветра, и ветер сам выравнивает дюну. Со временем растения начинают расти уже самостоятельно, они меняют экосистему бесплодной пустынной местности. Теперь здесь все зеленеет. Природные условия меняются, а в эти места постепенно приходят животные. Как государство окупает затраты? Такой масштабный проект требует немалых затрат. Озеленение Кузупче обошлось Китаю в 3,3 миллиарда юаней – 55 миллиардов рублей. Пока напрямую доход это не приносит, но эта мера помогла развитию сельского хозяйства и подъему экономики регионов. Саженцы выращивали крестьяне, у них государство и проводило закупки, что способствовало подъему сел. Во многих местах, где раньше была пустыня, почва стала уже достаточно плодородной, и теперь тут выращивают картофель, баклажаны, подсолнухи и кукурузу. Часть земли выдают бесплатно малоимущим семьям. Им же, кроме земли, выдают саженцы овощей, и они разворачивают полноценное хозяйство. Эти бедные районы постепенно оживают. В Китае озеленение пустынь считается одним из самых эффективных способов борьбы с бедностью по классической схеме, когда дают не рыбу, а удочку.